Доброе утро, дорогие телезрители! 7.19 на ваших часах и мы продолжаем эфир нашего утра. В конце марта в Челябинске пройдет грандиозное шоу «Платье города 2022». В этом году в модном показе примут участие более 15 дизайнеров со всей страны. Одним из участников фестиваля станет известный российский модельер Сергей Сысоев. С дизайнером заранее связалась наша коллега Анна Шамбадал, чтобы узнать, как он и его команда готовятся к фееричному шоу. Давайте посмотрим. Доброе утро, Сергей! Доброе утро! Совсем скоро мы с вами встретимся, но это будет не первая встреча. Вы уже представляли коллекцию в Челябинске и не раз причем. Расскажите, как вы считаете, Челябинск можно назвать стильным городом? Или нашим горожанам есть куда еще подтянуться? Вы знаете, нам всем есть куда подтянуться, включая Москву. Я Челябинск бы акцессовал городом, который очень стремится быть модным. И это на самом деле самое главное. Если есть стремление, то все получится. И вот этот фестиваль, то, что он существует столько лет, и уже, по-моему, раз четвертый я прилетаю, говорит о том, что есть интерес к моде, есть желание работать по правилам организации международного бизнеса. Вот, поэтому с удовольствием сюда прилетаю и считаю челябинских женщин очень красивыми, как и все российские женщины. О, это очень приятно. Но вот все-таки, Сергей, это ведь региональный фестиваль, правильно? А вы, как московский дизайнер, насколько вам интересно принимать участие? А вы знаете, настолько сейчас все размыты границы, и я бы сейчас не делал вот такого акцента, что региональный как-то уж очень отличается от столичного. То есть везде есть очень качественный продукт, качественные коллекции, есть и слабые варианты, я всегда об этом говорил, честно. Поэтому у вас замечательная площадка, сам театр представляет собой, ну, прям уникальное место, да? У вас очень красивые модели, которые работают в том числе и на международных подиумах, и приезжают работать также в Москву. Поэтому, мне кажется, ваш город с этим мероприятием, он вписан в абсолютную, как бы, не только российскую, но прям международную историю. А вот именно ваше мировоззрение, может, вообще восприятие, в принципе, что-то меняется, когда вы бываете на таких фестивалях? Может, это как-то влияет в том числе и на ваши коллекции? Вы знаете, ну, вот, например, в прошлый раз я даже успел параллельно сделать за то небольшое время, которое я находился в вашем городе, успел сделать даже очень красивую фотосессию в зрительном зале, когда модели в моих платьях, мы сделали такую импровизированную съемку лукбука, и это получилось очень красиво, поэтому всегда есть какая-то обратная связь. Все-таки будут принимать участие еще и другие дизайнеры. В этом году около 15 разных дизайнеров из разных городов России приедут. Есть ли имена, на которые вы бы хотели сделать акцент, или с кем бы вы точно хотели увидеться, чью коллекцию также хотели бы посмотреть? Вы знаете, этих имен в российском моде сегодня так много, и это здорово. И я с удовольствием посмотрю, что будет представлено в этот раз, и убежден, что я встречу какие-то знакомые лица. Ну и самое главное, мне кажется, в вашей работе, это, конечно же, найти вдохновение. Откуда подчеркнуть эту идею? Я читала в интернете, что одна из коллекций была сделана после рисунка вашего сына. Вот сейчас вы недавно выпустили также коллекцию фарфора для императорского фарфорового завода. Будет ли она как-то влиять тоже на эту коллекцию? Вы знаете, она уже повлияла. Я всегда говорю, да, я всегда говорю, что художник моды, он, наверное, единственный из дизайнерского сообщества, кто распространяет свое видение красоты и актуальности на все предметы, на все области жизни. То есть дизайнер моды – это не только одежда и сопутствующие сумки, аксессуары, обувь, головные уборы. Это еще и все, что нас окружает, по сути. Но в этом случае это императорский фарфоровый завод. И вот эти изображения, которые были любовно перенесены мною на костенный такой, костяной фарфор, эти же изображения присутствуют на моих платьях. И можно реально будет увидеть, как эстетика, она распространена, и переключается друг с другом в костюме, так и вот в предметах для нашего красивого быта. Ну вот, кстати, если говорить действительно про моду, то она уже была представлена 22-го года, она была представлена еще в прошлом году. За какие тренды все-таки стоит хвататься, что точно не поменяется? Потому что мода, она все-таки очень быстро движется вперед. Вы знаете, собираясь вот к вам, я пересмотрел показ, и в Москве это проходило отчасти там революционно, потому что сам саундтрек показа – это не музыка в чистом виде, это звуки. И я думал, ну, может быть, для регионального города, может быть, нужно поменять музыку. Но я пересмотрел показ, и он на самом деле сейчас как никогда передает атмосферу, ощущение того, что мы с вами чувствуем. Основной, наверное, тренд на сегодня – это самоидентификация. То есть понять, кто я, для чего я, где я живу, что я хочу сказать. Сегодня нет проблем одеться ни у кого. Ну, вот как, знаете, спрятаться там от холода или от жары. А есть потребность людям самовыразиться. Кто я внутри? И вот этот мой слоган, что внешнее отражение внутреннего, будет звучать в этот раз очень ярко во всей режиссуре. Ну что же, ждем вас с нетерпением, ждем, естественно, этого большого масштабного события. Встретимся уже в конце марта. Спасибо, очень жду встречи. Всего доброго. До свидания. Мы тоже ждем встречи вместе с Анной Шамбадал, с нашей коллегой, с российским дизайнером, модельером Сергеем Сысоевым. Да, ну, стоит сказать, что в этом году в фестивале «Платье города» будут участвовать и несколько наших очень интересных коллег, которых вы все знаете. Это Марина Гесса. Ну и позволь мне представить себя, да, Иван Карташов. Именно этих наших коллег можно будет увидеть на подиуме. Вань, как вообще проходит подготовка? Да, ну, репетиции у нас идут несколько раз в неделю, поэтому всех карт я раскрывать не буду. Просто скажу, что будет что-то по-настоящему фееричное и интересное. Поэтому следите за новостями. Да, ну что готовы мы к этому часу вам рассказать, и с чем готовы поделиться, так это нашей рубрикой «Благодарю». Напомним, что этот проект медиахолдинг «Первый областной» запустил в 2021 году. И любой человек может к нам обратиться за помощью и получить ее адрес. Да, на этот раз проект запустили курсы по кибербезопасности для детей из детских домов города Челябинска. Подробнее об этом нам расскажет Алена Павлова. Давайте посмотрим.